Всем доброго времени суток! С вами канал Артмания. Сегодня у нас видео обзор покупок из фикс прайса март 2019 год. У меня, как всегда, два больших пакета. Но сначала хочу показать, я попользовалась такой вот маской бальзам. Ее тоже покупала в предыдущем обзоре она у меня была в фикс прайсе. Вот. Но про нее я расскажу в конце ролика. Вот. Сейчас мы сначала с вами посмотрим, потом я расскажу про нее. Вот. Ее поставлю вот здесь вот. Вот это мы наше море маленькое. Маленькое море наше отожренем. Вот. И вот здесь у меня еще стоит вторая сумка. Здесь в основном стекло. Какое стекло, напишите в комментариях. Вот прямо сейчас, внизу, под этим роликом. Какое может быть там стекло, что именно. Напишите, я подожду. Пишите, пишите мне интересно. Что у нас есть стеклянное? Что у нас бывает стеклянное? Что за стекло может быть? Может быть у меня там кусок стекла из фикс прайса? Или что-то там такое интересное? Подожду, жду, жду. Еще подожду. Пишите. Пока вы пишите, я его поставлю себе на коленки, чтобы мне было удобнее доставать. Он, видите, такой довольно плоский. Вот он. Вот, видите, стекло. Знаете, я когда его тащила из фикс прайса, заходила в трамвай, а это стекло там все гремит. И мне казалось, что прям вот как вот бомжихи вот ходят там с этим бутылками дрын-дрын-дрын гремят. Вот этот вот звук прям у меня в голове так остался. Люди так ворачиваются, смотрят. Вот, а я про себя думаю, я для дома. Это еще специальное, эти, специальное стекло. Ну, я надеюсь, вы написали в комментарии. Вот, и я достаю. Здесь у меня баночка для сыпучек. Такая вот. Она не одна, я купила их четыре. До этого я уже покупала одну на пробу. Понравится мне, не понравится. Она мне очень понравилась. Я купила еще четыре. Сейчас я их унастану. Начнем мы с них. А то они там стоят, честно говоря, я боюсь, что они просто сейчас упадут у меня. Вот, она такая вот в полосочку. Вот. Написано кофе. Не знаю, может быть, она для кофе. Может быть, потом появится с надписью сахар. Там, я не знаю, остальное. Если честно, она мне немножечко напоминает те самые советские времена. Какие-то, мне кажется, баночки были вот именно такие, просто в полосочку. Или, ну, не знаю, почему-то она мне вот напоминает именно это. Мне понравилась. Довольно красиво. Конечно, она не практична тем, что мыть ее будет тяжело. Вот тут будет все забиваться. Вот. Один литр и сто миллилитров в ней. Ну, все, просто банка написана. Вот, она довольно плотная. Ну, как бы она берется всей рукой. То есть, вот до этого у меня были банки большие, круглые. Их было неудобно открывать. То есть, нужно было всю руку вот так захватывать. И очень было неудобно. А тут вот она прям открывается, там прорезиненная, да, что-то такое. И открывается довольно хорошо. То есть, до этого так же у меня были банки. Они то хорошо открывались, то не очень. Там одна нормальная, другая ненормальная. Там вот как-то так. Вот. Вот я смотрю, сейчас некоторые крышки у меня поцарапаны. Ну, ничего страшного. Вот, стоила она 99 рублей. Ну, туда как раз можно кашу вот я буду складывать. Вот в одной сейчас, ну, знаете, единственное, она становится тяжелая довольно, когда еще кладет, что за сверху килограмм, ну, килограмм, конечно, сейчас меньше, там 900-800 грамм риса или какой-то другой каши. Но, тем не менее, это довольно красиво. Смотрите, как они хорошо смотрятся. Вот, стеклянные, хорошо, видите, рука садится, хорошо закрывается. Вот, мне очень они понравились. И так же у нас второй мешок. Как всегда у нас уже в последнее время с вами идет по два мешка. Вот. На самом деле я ходила не в один фикс прайс. Я прошла несколько, потому что в одном что-то есть, в другом что-то есть. Вернее, в одном есть... нет, не так. Ну, что-то есть, что-то нету, то есть, вот, как-то так, еще мы ездили в Отрадный, я там прошлась. Поскольку там удобнее, то, что заряжал и товар можно найти, который был там в позапрошлом, допустим, году, там в прошлом, позапрошлом году. Нигде нету, а там есть. Вот, поэтому мне нравится. Там мало народа, населенный, маленький. Вот. Мне нравится, я стану. Так, купила я такую гречневую крупу. Она пойдет у меня на обзор. Я... Ладно, не буду пока рассказывать, что я конкретно хочу. Стоила она 25 рублей всего лишь. В других обыкновенных магазинах они стоят где-то рублей 50, 60, по-моему, даже. А тут вот 5 пакетиков по 80 грамм и всего 25 рублей. Настоящая хозяйка называется. Гречневая крупа в пакетиках для варки. Вот. Мы с вами ее попробуем на вкус. Попробуем с ней кое-что сделать. У меня есть одна идея. В принципе, для этой идеи я ее и купила. Вот. Это будет на нее обзор отдельный. Отдельным роликом. Выйдет отдельно. Вот. Была только гречка. Не знаю, может появится еще что-нибудь? Посмотрим. Так. Также я купила чай Тесс. Не знаю, я вот, знаете, увидела его. Здесь вот грейпфрукт нарисован. Так. Где по-русски-то что-нибудь написано? Сейчас все по-английски. А, гибиску с клюквой и ароматом грейпфрукта. Когда я его увидела, мне сразу почему-то показалось, что этот чай для Гринтвейна. Вот. Там, ну, там какие-то специи, я знаю, добавлять. Я еще ни разу пока не делала. И я подумала, что, в принципе, этот пакетик можно положить, допустим, в заварочный чай. Ну, чайник. И добавить, там, я знаю, что мед добавляется, красное вино там или белое добавляется. И просто все оставшиеся ингредиенты добавить. И все. Мне кажется, будет очень вкусно. Для этого я его купила. Стоил он, по-моему, 50 или 55 рублей. Сейчас не вспомню. И тут есть еще другие. С клубничкой. С чем-то еще. Ну, ладно. В принципе, на него тоже будет отдельный обзор. В этом отдельном обзоре мы будем вместе с вами делать Гринтвейн. Попробуем его сделать. Получится, не получится. Потому что сейчас я знаю, что в магазине продают даже специальные уже специи для Гринтвейна. Не знаю, я их еще не пробовала. Вот. Думала, все, где-нибудь увижу. Может быть, кто-то уже попробовал. Но сейчас тишина. Вот. И поэтому я подумала, что, наверное, вот это подойдет. Вот здесь 20 пакетиков. Треугольничков. По-моему, даже там чуть-чуть пахнет ароматно. Так же я купила вот такое кофе. А у меня было раньше любимое кофе. Но оно называлось Нескафе. Я очень давно просто покупала. Последний раз. Были раньше, наверное, помните, зелененькое. Перед кассой всегда зелененькое. Красненькое. Три в одном. Вот длинненькие такие пакетики. И еще какого цвета. Желтый, что ли. Я помню, мне какой-то или зеленый, или красный. Мне какой-то очень-очень нравилось. Прям оно такое бесподобное, вкусное. Ну, конечно, там е-добавок было много. Изредка я его покупала. Но в последнее время его не вижу. И что-то подумала. Думаю, может, надо взять, попробовать. Может, этот вкусный. Здесь тоже, кстати, с орлом. Как в советские времена, я помню, продавалась кофе поштучно. Там за парочку рублей тоже, я помню, там был нарисован Орел. Но не помню название. Я купила такой красный. Здесь 10 пакетиков. Все вместе 180 грамм. Стоило тоже где-то 50-55 рублей. Где-то так. И такой же зелененький. Но зелененький я уже открыла. Попробовать. Но на него я тоже проведу отдельный обзор. Мы также с вами его нальем. Попробуем, понюхаем. Посмотрим все, как есть. Вот здесь за вкусом карамели. Самое интересное, что в одном магазине вот эти вот покупают очень много. Там прям их оставалось мало. Поэтому я сначала первый взяла вот этот. А в другом магазине покупают больше красный. Там тоже их оставалось мало. А вот этих вот много. То есть везде люди разные. Ну, блин, я не удержалась. Просто мне было интересно. Поэтому я попробовала. Но все равно я проведу обзор. Я попробовала только одну штучку. Поэтому будем считать, что она закрыта. По крайней мере, я вас не буду обманывать. Потому что некоторые, я знаю, могут заклеить эту дырочку. Потом как будто бы они ее открыли. И кто-нибудь в конце концов увидит. Это получится обман. Я не буду вас обманывать. Да, я ее уже скрыла. Я одну штучку только попробовала. Мы с вами вместе все пересчитаем. И должно быть там 9 штук. Ну, все это посмотрим. Тоже, кстати, 3 в 1, как и здесь. Так. Дальше, значит. Fitcat я купила. Он там 25 или 27 рублей стоил. Я не помню. Мне захотелось попросту. Так как я его давно уже очень не пробовала. И вот именно в таком виде я вообще не пробовала. Я пробовала там дыней, которые выбивают в обычных магазинах. А такие я еще не пробовала. И вот тоже хочу сделать отдельный обзор на него. Вот. Посмотреть, какие они там внутри. Как там? Что там у нас? Вот. Так же, кстати, я покупала еще вафельки. Господи. Ну, на них я уже сделала обзор, потому что мне ужасно хотелось вафелек. Вот. Он выйдет просто отдельно. Где-то рядом, наверное, с этим видео. Наверное, я даже в конце этого ролика поставлю там ссылку или на экране где-то он высветится. Вот. Ну, блин, я не удержалась просто. Вы видите, что там было вообще. Там был просто этих вафелек. Был просто кошмар. Обязательно посмотрите. Так. Вот. Так же я купила такую штучку. Не знаю, что это такое. Стоила она дешево. Да, там у нас какая-то сосучка, по-моему, на палочке. Ее мы тоже будем открывать отдельно. Отдельный обзор на нее сделала. Она стоила тоже дешево. Что-то рублей 10, наверное, что ли. Или 5 там вот как-то. Изначально я покупала к 8 марту их вот эту, вот киткап. Вот это я хотела сделать конкурс. Но поскольку получилось так, что пришло больше людей на праздник, я не стала за то, что я купила определенное количество, а пришло больше. И идти снова докупать я не стала. Думаю, ладно. Останется вам покажу. Я лучше вам это все скрою. Вы увидите. Потому что покупая, не зная вообще, что там находится в мешочке. Ну, не каждый будет покупать. Вот. Поэтому у меня таких маленьких здесь очень много. Также, кстати, вот такие. Они по 10 рублей. А когда они немножечко подтают, чуть-чуть. Юрчель. Юрчель. А, нет. Юрчель. Чечель. Вот. Они когда чуть-чуть подтают, по вкусу они напоминают сникерс. Чуть-чуть такие вот, когда они в тепле просто полежат. На сникерс прям очень похоже. Мне очень понравились. Ну, в принципе, там тоже так же арахис, шоколад. Там еще что-то еще. Так. Стройность. Яблоко и корица зелененький такой. Еще, по-моему, кофейный там какой-то был. Я как-то очень-очень давно их покупала. В принципе, по-моему, они мне понравились. Но на него я сделаю тоже обзор отдельный. Вот. Скоро обзоров будет очень-очень много. Сейчас я просто еще сижу на диете добавок. Вот. Поэтому обычно я их все обзоры, кстати, делаю по ночам. Потому что у нас очень шумные соседи. А веб-камера моя очень хорошо пишет звук и записывает звук весь. То, что происходит там наверху над нами, там за стенками, внизу там, если их слышно. То есть она все очень хорошо записывает. Кто музыку там врубил, она все запишет. Поэтому я все делаю по ночам. И на ночь как бы есть сладкое. Не очень хочется. Уже почти там на диете уже скоро заканчиваю. Надеюсь. Вот. И начнем с вами делать вот такие обзоры. У меня на обзору лежит очень-очень много сладостей. Вот. Поэтому ждите. Скоро будет. Так. Так же вот такая вот обыкновенное чудо. Здесь с арахисом. На арахис, правда, у меня аллергия. Ну ладно. Мы его как-нибудь с вами попробуем. Классический. Два воздушных батончика. Тоже. Ну, не помню, сколько стоило. Аленка вот такая вот сейчас с воздушной начинкой. Вкус крем-брюле. 42 грамма. Ну, она тоже там где-то рублей 10-15. Так, как-то стоило. Так. Такая я уже это смотрю. Многие девушки ее там покупают. Что-то всем она нравится. Такая вкусная. Да, я думаю, я тоже куплю. Здесь апельсин и лайм, по-моему. Так. Изюм, финики. А, злаки, семена льна, имбирь и корица. О, сколько всего. Смешано. Нет. Чуть-чуть что-то есть. Вот, ее тоже будет на обзор она пойдет. Так же, печенье. Печенье, топленое молоко. Оно стоило дешево. Оно стоило 25 рублей, по-моему. Здесь. Сколько здесь грамм у нас? А, 160 грамм. Тоже будет на обзор. Пойдет отдельно. Вот. Так. Ну и самое главное тут у нас. Стоило оно 77 рублей. Вот, в принципе, то, что я вам говорила. Магазины такие вот, в которых, в городах, в которых очень мало народу, то есть численность людей, да, есть залежалый товар. Вот так и есть как раз залежалый товар. Это у нас мороженка. Ну, набор формочек для мороженого с палочками. По-моему, там, хотя не знаю, может, есть там палочки. Но они не обязательно, если честно. Вот. У меня уже таких формы 2 или 3 есть. Они мне очень понравились. Мороженое там очень удобно вынимается. Чем, допустим, были вот когда-то такие вот вниз, то есть палочкой, там вот внизу так 4 штучки мороженого. Я накупила 4 пачки таких, но мне не понравились. Они не вынимаются. Нужно опускать там какую-то кастрюлю с горячей водой. Только потом она вытащится. И что-то это все так сложно и долго. Но здесь она силиконовая. Вот, и есть. У меня тут все повалится. Вот, он падает. Ой. Ой. А, нет, палочек нет. Вот она. Довольно такая. Он падает, я не пойму. Палочек нет, ну и ладно. А палочки, кстати, я оставляю обыкновенные от палочки от других мороженок. Мою, просушиваю и сюда вставляю. Здесь вот есть дырочка. И все. И все прекрасно. А те пластмассовые, они, не знаю, они не держат совсем мороженое. Я пробовала. Вот. Стоила она 77 рублей. Ой, ой, что-то там падает. Да, 77 рублей. Это у меня падает вермишель. Я покупала вермишельку в Отрадном. Маленькая такая, с звездочками. Она рассыпалась у нас в сумке. И вот она даже сюда залетела. Так, и теперь снова стекло. Купила я вот такую гигантскую банку, в принципе, как у меня и до этого была. Здесь, кстати, сколько у нас? А, литр 200. Вот, мне понравилось то, что тут есть такое вот окошечко. Хотя, ну, в принципе, она там стеклянная. Ну, не знаю сейчас, зачем я ее купила. Она мне просто понравилась. Я ее взяла. Вот. Не знаю, может быть, туда я буду какие-нибудь сладости складывать. Какие-нибудь конфеты, что-то такое вот. Чтоб она здесь, допустим, где-то на столе стояла. Ну, что-нибудь, наверное, такое. Я так думаю. Или там, не знаю, у себя. Там же купила такой вот стаканчик. Каждый раз они появляются. Каждый раз они появляются все новее, новее, новее. А до этого, когда они только появились, я как раз ходила беременная. В один магазин, помню, зашла, нету. Второй, третий, нету. И потом как раз я уехала рожать. Выяснила, что они где-то здесь рядом. И потом некогда, некогда, некогда. Они пропали, короче. В итоге я такую купила, примерно такую же купила в фамилии за 200 рублей. Я думаю, хотя бы одна у меня будет. Я думала, они больше не появятся. Потом они появились. Я купила три штуки сразу. Появились новые. Я все ходила, ходила, смотрела, какого цвета взять. Просто меня розовая привлекает, но нравится цвет голубой. А брать две, ну, блин, уже их слишком становится много. Их уже не туда, не сюда. Решила вот взяла голубую. Ой, господи, голубую, розовую. Ну, не знаю, меняются они все равно. Не знаю, захотелось. На даче, может быть, отвезу. Так, ну и все. Последняя вещь у нас. Купила я вот такую баночку. В принципе, я... Так, сколько она? 99 рублей стоила. В принципе, я такие хотела. Ну, что-то все время мимо проходило. Смущалась. Брать, не брать мне ее. Мне не нравится то, что вот тут есть резиночка. И она довольно тяжело открывается. Хотя нет, тут открылась. Вместе с резиночкой даже. Вот. Ну, все равно, надо, знаете, постараться, чтобы открыть. И пока ты за это время будешь стараться ее открыть, у тебя там эта вся крупа подпрыгнет и выпрыгнет оттуда. Вот. Вот из-за этого она мне не очень нравится. Вот. Также она, конечно, раскупилась быстро. Здесь вот, кстати, есть меликом, чтобы писать, подписывать. Вот. Ее я купила. Наверное, я буду туда складывать какие-нибудь свои всякие конфеты, которые с обзоров, наверное, не доем. Вот. И стоять она, наверное, будет у меня на столе. Потому что у меня нету такой штучки. Ну, у меня есть как бы пиалочка такая, но она хрустальная. Я боюсь просто ее разбить. И чтобы, допустим, так гости ко мне придут, я просто эту банку возьму и принесу сюда на кухню, мол, вот конфеты. Есть. А в этой, ну, может быть, можно хранить печенье какие-нибудь там. Не знаю, батончики, может быть, какие-нибудь. Ну, не знаю, я думаю, я найду ей применение. Что-нибудь. Что-нибудь можно. Вот. Стоила она тоже 99 рублей. Она довольно красивая такая, в принципе. Вот. Ну, они как-то у нас и закончились довольно быстро. Вот. Вроде они только появились. И в следующий раз я прихожу, их уже нету. Вот. Я как-то думаю, ну, ладно. Вот. А те мне, в принципе, очень понравились. Ну, это тоже, в принципе, нравится. Может быть, если привезут еще, может быть, куплю еще пару таких. Где-нибудь положу и потом буду их местами менять. Сначала эти у меня побудут. Потом они надоедят. Я их уберу на балкон куда-нибудь там или в шкаф. Достану эти. Помою, потом эти побудут. Вот эти, конечно, вот эта гораздо красивее. Она подходит под любую кухню подойдет. Это очень красиво. Ценится вот с этими, с такими вот штучками, с резиночкой. Хотя у меня, кстати, есть три штуки другие. Там на столе стоят. Я резиночкой всех убрала. Там мне как раз для кофе, для сахара и для чеснока. Вот. Чтобы не лазить, холодильник за чесноком постоянно. Он у нас на столе стоит. Вот. Это тоже. Ее можно, в принципе, и тут поставить с печеньками там или с конфетами. Что-нибудь такое. Вот. Такой у нас обзор с вами получился. И наша маска. Наша с вами масочка. Фрати. Вот у нас там это бренд с экстрактом красного перца. Когда я ее покупала, Наверное, кто девушки меня смотрит, вспомнит года два, три, даже, наверное, года назад была маска тоже с красным перцем. Она с чесноком была. Отдельно еще была с красным перцем. Она, когда наносишь на голову, очень сильно жгла. Вот. Многим по отзывам я читала, не понравилось это. Даже они стали пользоваться. Мне понравилось очень. Волосы у меня с первого раза, у меня даже волосы сразу начали расти. Хотя я помню, это был тоже для меня ужас. Я нанесла маску, чуть-чуть постояла. И чувствую, что у меня там жжет. Я давай скорее смывать. Я так напугалась, помню. Там шампунями, наверное, раз в пять или шесть я это все смывала. Так в итоге не смыла. У меня все вот тут вот прям вообще горело. Я была очень сильно напугана. Потом почитала, что это так, ну, если с красным перцем, это так должно быть. И потом я уже держала пять минут, десять, двадцать минут я даже держала. Полчаса, по-моему, я даже держала самое большее. Вот. Шапочку одевала на голову, накрывала все полотенцем, чтобы было там тепло. И долго-долго сидела. И волосы у меня действительно начали расти. Но единственный был минус в той маске, что ее нужно носить только на корни. Если нанесешь вот сюда на волосы, то волосы становились тусклые такие, некрасивые какие-то, они такие безжизненные становились. Вот. И покупая эту, вернее, покупая эту маску, я думала, что это та же самая, потому что мне ее, честно, не хватает. Надо было мне ее на всю жизнь вперед купить. Вот. Иногда все-таки хочется. Я думала, она точно такая же. Название той я уже не помню. Думала, может быть, три бы названия сменилось. По-моему, там по-русски что-то было. Вот. А насчет того, щипет она или нет. Она, знаете, ну, так же я делала шапочку, накрыла полотенцем, пять минут проходит, она не щипет. Проходит десять минут, что-то там, вот, знаете, начинает. Такое, вроде щипет, в то же время не щипет. Вот что-то вот там такое, чуть-чуть, ну, просидела и, наверное, здесь написано вообще 3-5 минут. Но просидела я, наверное, минут 20 где-то. Она начала немножечко уже щипать, там постепенно побольше, побольше. Но у меня уже просто не было времени. Уже нужно было ложиться спать. И я пошла ее уже смыла. Единственное, мне не понравилось в этой маске, то есть я потом вот ее смыла, нанесла только на корни, смыла. Потом я нанесла свой, ну, как, обыкновенный бальзам, который я наношу, который до этого уже пользовался им. Но волосы мне не понравились, они стали другие все равно. Не как в прошлый раз. Какие-то они другие стали. Вот. Не очень она мне понравилась, может быть. Не знаю, короче. Вот. Ну, изредка. Я купила, кстати, две банки. Зря я купила две штуки, наверное. Хотя на мои волосы вам вот две и надо. Она, кстати, откручивается так вот очень долго. Довольно ароматно пахнет. Вот она у меня открытая. Так, выскочит. Открытая. Когда я, знаете, открыла крышечку, увидела такую плотную прям фольгу, я думала, я сейчас ломаю ноготь, если я вот так проткну. Но нет, она довольно хорошо открылась. Она цвет такой, у нее светло-светло-персиковый, как обыкновенная маска. И пахнет очень приятно, кстати. Напишите в комментариях девушке, может быть, мужчине даже, кто пользовался этой маской, как она вам понравилась, не понравилась. Потому что, по-моему, в магазинах ее не особо берут. Наверное, только избранные, наверное, после той маски до сих пор все боятся, что она будет щипать. Нет, она не щипала. Мне не щипала. Не знаю, как вам. Так, кстати, на укрепление и рост волос. Ну, в принципе, да, так должно быть. Ну, пользоваться, конечно, ею, наверное, надо почаще. Вот. До 2020 года. Целый год она будет у меня. 500 мл. Здесь довольно много. А вот цену я уже вам не скажу. Цену, наверное, смотрите в предыдущем ролике обзор фикс прайса. Это у нас февраль получается. Вот. Найдете там. Вот здесь. Витамин В5. Про витамин. Про витамин В5. Маска Бальзам. Хотя я все равно после нее мою обыкновенным бальзамом, то есть другим. Потому что мне надо все волосы обязательно бальзам нанести. Потому что они у меня очень длинные. И если я не нанесу бальзам, они у меня просто не будут расчесываться. Они будут просто спутанные. И все это очень сложно. Ну, я думаю, все, наверное. Я вам про нее сказала. Так, где у нас состав? А, состав есть. Да. Состав все полностью на английском, как всегда. Вот. Такой, в принципе, у меня был небольшой обзор фикс прайса. Естественно, какую сумму я купила все это, я не скажу вам. Потому что, не знаю, вроде, знаете, так сохраняешь-сохраняешь чеки, а в итоге все чеки куда-то там исчезают. Ну, не знаю. Думаю, немного там было. Вот. Ладно. Пишите мне обязательно в комментариях про эту маску обязательно напишите. про баночки, кто пользуется, не пользуется теми баночками, вот этими, может быть. Нравятся они вам, не нравятся. Кстати, довольно они плотненькие такие. Бывают прям тонкого стекла. Вот. Мне почему-то казалось, что она из тонкого стекла. И напишите про гречку. Понравилась она вам или нет. Чем не понравилась. Если понравилась, то чем понравилась. Вот. И мы на нее с вами скоро на днях уже. Я планирую на нее сделать обзорчик. Вот. Ну, про кофе тоже можете написать. Может быть, кто-то помнит в советские времена, как называлось то кофе с орлом. Мне было бы интересно, как оно там действительно называлось. Может, я не помню. Может быть, даже у кого-то этикеточки остались от того кофе. Кто-нибудь посмотрит. Мне просто интересно, это тоже название или нет. Хотя, я думаю, наверное, это название тоже. Потому что по вкусу, по-моему, он не... Хотя, честно говоря, не помню даже. Не особо бы. Нет, не знаю. Не помню. Я не помню вкус того этого детства кофе. Я помню, что оно продавалось. А какого было вкуса, наверное, уже не вспомню. Ай, ладно. Уболтала я у вас. Потом будете у меня опять писать в комментариях, что так долго. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Обязательно ко мне подписывайтесь. Потому что у нас скоро весна и пойдут куча влогов интересных. Мы начнем скоро гулять очень много. Записывать также на видео очень много. Интересного много пойдет у нас. Вот. Пишите комментарии. Я очень люблю читать ваши комментарии. Вот. Наверное, все я сказала. Ну и все. Пока-пока. С вами был канал Артмания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok